Я прошу с вами последнего боя, а ваннушу. Последняя игра. Последняя игра. Потом вдвоё время. Что? Когда там уже? ПОБЕДА! ПОБЕДА! Там ещё что-то. Точно, пока, всё-таки. Ещё в бою. Ждёмся. Привет ещё раз. Дубль два. Всем мама нужна. Попить, пописать. Всех сводила. Вроде как. Больше мама не нужна. Мама может посидеть, похрустеть. Привет, привет. Всем привет. Надеюсь, Инстаграм будет ко мне добрый. Не удалит мой эфир. Здравствуйте, здравствуйте. Гонит что-то. Кто кого гонит. Привет, привет. Здравствуйте. Всё, сейчас норм. А микрофон работает. Смотрите, периодически сеть может пропадать, может возвращаться. Потому что у нас так интернет не алё в последнее время. Так ещё снегопад идёт. С метелью и ветом. Пикселя. Смотрим, что там с интернетом. Нападение должно быть. Что в меню? В меню у нас есть Туркестан сливки. Узбечка розовая. Чародейка. Белый Туркестан. Мел. Узбечка зелёная. И, конечно же, если я решила попробовать пасту из розового избечки. Она у меня тут растворяется потихонечку. Где-то кусочки, где-то не кусочки. Ням-ням-ням. Всё хорошо видно и слышно. Всё отлично, да? Розочка, здравствуйте. Здравствуйте, моя хорошая. Всё, всё стало лучше. Ну да, периодически изображение будет пропадать, потому что очень сильный ветер на улице. Сегодня день глины. У меня же теперь много глины. Ну, как я рассчитывала, в принципе. Всё, давайте начнём. Начну я, наверное, с пасты. С пасты избечки. Весь кусочек не растворился. И мне прям хочется его так пожевать. Сейчас, секунду. Лишнюю пасту сниму. Ой, как она пахнет. Блин, вообще бомба. Просто бомба. О, она бомбезная. Девочки, я вас не читаю, простите. Она реально бомбезная. Эх. Соля, не удержалась. Бывают такие моменты, когда вообще нереально удержаться. Это, конечно, не оправдание. Я почти этот день не хрустела. Сорвалась, мать сыпи. Но я не пропагандирую поедание глины мелом. Неполезно, это даже может привести вред. Так. Узбечку. Узбечку. Убираем. Узбечку. Начнем по-сухому. Возьмем, пожалуй, туркестан сливки. Узбечка просто красавица. Такая солененькая. Так. Туркестан сливки. Вот такой вот брусок. такой вот брусок. Так только черные палочка. Это было... где пальцем. Т schneller. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Все-таки повторюсь, и миллион раз буду повторять, как это кайфово, когда ты делаешь перерывы, потом садишься за эти безумные десерты, ты реально по-другому чувствуешь вкус. Это Туркестан сливки. Но главное в нашем деле, в моем, не переесть. Потому что, потому что организм, мне спасибо не скажет. Туркестан, сливки, безумно-безумно мне нравятся. Вкусом, да, а больше нравится еще структурой. Я обожаю контрескать за во рту. Сколько дней был перерыв? Три? Три дня? Да, получается, три дня. Субтитры сделал DimaTorzok Эфир, наверное, сохранить не был, потому что все равно он сажам со временем не долит. Он может удалить мою страницу. Но меня можно найти на Ютубе. Привет. А правда, что на Ютубе много хейта к мелоплюйкам, которые... Ну, да, есть, конечно, куда. Ну, если, в принципе, адекватные люди, которые понимают. Мне вот интересно, какой был самый первый человек, который начал снимать хруст с мя. Наверное, его вы не найдете. Я так думаю, что это пошло не с России. Я думаю, что это было там, где-то там. Как СМР хруст снимали. Потом уже до нас зашло. Потому что в некоторых странах глина продается, как обычный сорбент, продукт. Ну, для какой-то даже продукт, наверное, или как они там называют. Да, взять Индию, взять другие страны, там, в сторону Нигерии, туда. А писать сливки нежное, сливочное. Обволакивает. Глина вся залипает, но самое больше залипает из-за стуна. Туршки санчик сливки залипает, но не так критично. Больше в комок взбивается. Да. Нет, на чередейку она не похожа. Структура точно. Человек немножко вообще другая структура. Да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Вкусняет прям реально не могу не могу держаться чтобы не сажать эти конфетки застали меня встать холодильнику сорян девочки расскажи какое что же сказать какое тебе четко зеленая и голубая зеленая они похожи друг на друга только одна соленее чем другая вот зеленая мне кажется на соленее это в принципе небольшая разница похоже еще у него привкус сероводорода не всем это понравится где тебе а не где тебе больше всего нравилось работать в аквапарке спасателя где работала глина вся залипает какая-то больше какая-то меньше зеленая подлипает то есть не сильно для меня еще момент видите как ее четко откусила да то есть нам сейчас он по себе очень тверда глина так как у нас сильная влажность она мне лежит на втором этаже там окна открыты нет отопления и вот за вот сильно влажность дал делать всю глину мел у меня более мягкий то есть они не пересушиваются красного к сожалению нету мне ни песчанки не красным то что в руках то зеленая узбечка песчанка жирный мелок да еще свойство залипать фиби фокс по вкусу очень похож на киндер на соложи флешка от там очень по вкус похоже на киндер два раза даже в три раза дешевле даже 4 до эфир за 20 минут да буратино моему сын уже неделю сможет буратино советский мутер выясните что года там две серии идет по два часа точнее по часу ее теле вот он сможет каждый день каждый день петлю сколько стоит шоколад на 20 рубля что ли магазин в одном даже дешевле кажется 20 и обволакивает так чтоб потом так шоколад вот так называется лёва пожалуйста потише можно baby fox называется там лисенок колесо я потом стоит выкину классный шоколад мел нравится из-за вкуса из хруст или за хруста но не весь вот красный карачан и там не нравится вкус некоторые просто на этот хруст мел будет попросили чародейку давайте чародейку потом мел как раз будем чародейку от отлеплять так сказать от наших зубок чародейка с картонника пластинчик у меня а 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 чередейка не залипает обволакивает не обволакивает не залипает образует комок у меня такая есть догадка что чередейка далеко не блин а хайран а все верно у зеленый и голубой у меня узбечки вкус водорода а лавил я не чередейка нравится за я специфический вкус кузьми у джона даже сливочный блог наушник проскакивает не как-то одна девочка написала что там где отбывается чародейка добывали для угля что ли ну что такое не буду врать но где-то вот такая информация в голове у вас брови татуаж актуалочка пошла актуальные вопросы до моим бровям почти 10 лет на данный момент недавно я сделал первую процедуру по удалению татуажа это очень больно удаляла его не лазарем удалять мне еще пять месяцев раз в месяц будет процедуру удаляется на там какой-то кислотой там специально и забыла называется ревмувер или ремувер что-то такое буду менять полностью форму бровей вот можем стану можно белогороди было горе не пробовал ну не похоже я древесный уголь-то не пробовал так часто просили мелок я не лог а затем какое хочу к этому тела хрустящее снежное чудо ксюша привет моя любовь привет моя бхати моя лучшая женщина как твои дела снежное чудо и снежок мне кажется не разными кажется снежок он прям как стекло я могу ошибаться снежок уже давно не пробовала а почему конфетка что с веселее было а 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 чем как мя когда глины попадают вот разные мест справляется с очищением полости рта и убирания вкуса это занятика кофе в большом мирном магазине мела я ведь купила а южный берег добывая сама на как вы ваш любимый пошел господи дочери габбана blue light бриллиант называется versace бриллиант южный берег блин не честно и всегда по нему забываем да у меня есть но он не подготовлен к хрусту айка моя подруженька мне глину здесь нашла вкусно но чуть скрипит но мне это не смущает голову классом на цветом какого а 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 сказать а а и а и а а и а и а Астану, кто просил, вот она, Астана. Идеал, который я сама сделала идеальный. Да, видите, вот вы неделю не хрустели и реально чувствуете другое вкусо. Где-то я няня хрустела, я реально по-другому глину чувствую. Вообще по-другому. За кайф. Меня, кстати, всем спросили. Аня, почему вы так долго живете, Грин? Ну, Лёвушка, зайка, может чуть-чуть потише? Почему вы грызете глину так долго, если ее все равно выплевываете? Тут тоже отвечу сразу. Такой интересный вопрос, не понравился. Я чувствую вкус больше, когда полностью разживаю мел или глину до самой кашицы. А потом она просто для меня становится как будто высосанная. Сок безвкусный, как жвачка. А я ее выплевываю. То есть она мне уже без надобности. Я кайфанула, вкус получила, выплевывала. Некоторые просто вкусят, ну, там, ну, хруст заканчивается и выплевывает. Я, не, мне нравится именно до самого конца жевать. Тогда вот самый пикантный вкус. Интересный. Ну, лично я так чувствую. Эпенка слой. Поэтому так вот. Это, знаете, как жвачка. Девочки, начали жевать, она вкусно-вкусно, а потом же вкус пропадает. Вот мне вот такие вот ассоциации. Здрасте, здрасте. Не знаю, сколько у меня сейчас гемоглобин. Девочки, начали жевать, она вкусно-вкусно, а потом же вкусно-вкусно. Девочки, начали жевать, она вкусно-вкусно. Вы пробовали мял с кофе? Нет, не пробовала. Я не люблю смешивать глину или мял с пищевыми продуктами. Туркестан белый, не знаю, сейчас камушек попался мне в начале эфира, не хочется мне его. Сорян. Так, все, она прочитала. А что хотела сказать про пищу, да, и мил или глину, без разницы. Если вы одновременно кушаете что-то пищевое, и глину или мил, я вот такое слышала, что во время, когда переваривается еда, глина и мил, я пытаюсь сосуды забивать их. Ну, может быть, я ничего немножечко неправильно рассказала, но лучше, как бы, не делать так. Не смешивать еду. Самое вкусное, полезное, да, у нас, да, Аня, да, все верно, в Афразии вообще там чистейшая вода. Аня, да, все верно. Смотрите продолжение в следующей части. 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 Все-таки это шикарно. Я влюбилась в розовую сбечку. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Да, да, именно вам я хотела ответить про розовую сбечку. Не знаю, что вы там не чувствуете. Может быть какая-то сбечка другая. У меня она прям солененькая, сливочная. Я ее тоже, кстати, первый раз такую пробовала. У меня когда-то была она, я ее даже не запомнила. Мне кажется, она тоже какая-то безвкусная была. А это прям солененькая, такая нежная, сливочная. Каулин пробовали, из него можно делать печенье. Конечно, можно. Каулин пробовала весь, который бывает. Мне весь понравился. Смотрите продолжение в следующей части. Здравствуйте. 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 У меня соли в ней нету. И вкус лежит в лоджипе пионически. Странно. Какая-то у сбечки у вас. Может, соль такой попался. Да, шоколад. Молочный шоколад с солью. Молочный шоколад с солью. Молочный шоколад. пробовала делать прям кремовую сметану до консистенции но пробовала лучше всего получается из южного берега здесь просто тоже вы видите какая она честно немножко времени будет там видео есть где прям на южный берег часто получается вот такой консистенции там жирная прям ложка стоит ну да еще жить и кто как привык но сейчас мне очень нравится но я не очень люблю когда он паста прям не нравится она больше как подичка более жидкая вот римской линии меренга молочный лед мотылек бирюза желтый мне принципе понравились все так одинаково но больше меренга и мотылек понравился и молочный лед мне только не понравилось кармин она скрипит кстати из розовой сбечки не первый раз паста так в основном у меня южный берег был сюда и Смотрите продолжение в следующей серии. Я специально никого не смотрю, как попадаются, ну, то есть на кого я подписан, там у меня Юля, Настя, Оля, Оля-ля, ну, их смотрю, когда видюшки их не выходят, а так реально нет времени, а шабут еще. Юля Мелкшелк, Настя Хрустайм. Юля Мелкшелк, Настя Хрустайм. Юля Мелкшелк, Настя Хрустайм. Юля Мелкшелк. Юля Мелкшелк. Юля Мелкшелк. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок